здравствуйте друзья в эфире канал new rush world и в рубрике два полковника и лейтенант пиджак или точнее заседание сверх секретного мирового правительства тупила гарри юрий табах капитан первого ранга в мс сша привет юр привет всем здравия желаю ну а шо у нас получается что у нас один один на секретном задании да почти но тут опять же непонятно юр дело в том что у сани фаренгит это очень важный мозг нашего мирового правительства но тут одна странность вот объясни мне болит у него горло он говорит не может а уколы ему делают жопу вот как это какая связь переведи как какая какая связь человек военный полковник они не 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 вот хухом ухо блин полковника шо жопа шо голова какая разница там все в одно я только не понимаю что такое фаренгит фаренгит это жутко болит горло говорить не может разговаривает как гаврил петрович хмырь из джентльмен фудач так что же получается это диверсия против нашего топила да не то слово конкуренты тут устроили жуткую диверсию мы обязаны разобраться но но мы дорогие конкуренты с вами разберемся я вот думаю что это связано с профессором соловьем потому что он соловей понимаешь и он как ну соловей он хочет дать нам секретный месседж что у нас будет поражать в горло что мы петь не сможем говорить внизу как соловей понимаешь вот я думаю такой месседж понятно то есть тайное общество членом которого состоит валерий дмитриевич соловей она устроила диверсию против сверхтайного мирового правительства топила мозга мозга против мозга они члена но понятно но дело в том что наше мировое правительство обязана разобраться с со страшными вещами в частности страшную вещь чинил робот федор который он летал раньше на международную космическую станции на своей странице в социальных сетях он космонавтов назвал пьяными то есть он написал про космонавтов александра самокутяева максима сураева и женщину космонавт елена серовой он написал мое мнение о людях невысокое вот три космонавта экипаж 2014 года сураев по прозвищу лимонадный джо самокутяев в скобках автокутяев и серого на видео серого рассуждает о тиграх остальные пьяные я их привел миссионеров зачем пьяные они к соотечественникам пристают вот я их и привел молодец мужик молодец он вот такой написал это робот федор написал а александр самокутяев космонавт которого робот федор обвинил в пьянстве он заявил что намерен обратиться в суд и в беседе с дмитрием рогозиным он расшифровал содержание своего своей жалобы дословно цитирую чё за херня сказал александр самокутяев от пьянстве объявил обвинил его робот федор то есть а рогозин что решил что рогозин говорит а рогозин говорит что он не знает рогозин сказал что так сказать это загадка я сам не знаю и добавил и добавил вот что очень важно а может действительно он сам пишет а я думаю что это вот уже такие признаки что хотят перебежчики готовятся к маску хотят перебежать а потом смотри три космонавта и у каждого начинается фамилия с буквы с и федор и рогозин ссср а ты говоришь наше тайное общество не соображал у нас мозг мозга да не то слово это федерация фридом фридом мы его туда запихнули и он понял что они все бухают и это все из ссср поэтому федор это наш человек федор это наш человек получился его искусственный интеллект больше чем у рогозина я космонавтах вместе взятых интеллект у ё-моё до чего дошел прогресс да не то слово стучал правильно поэтому да они там бухали значит а интересно вот как пьяный чан слушай вообще вот если серьезный интересный эксперимент сделать ну кроме русских я думаю ни у кого не получится его сделать как влияние алкоголя в невесомости в космосе а между прочим да это никто не исследовал волонтеры нужны интересные вот этом я бы хотел быть я всегда хотел быть космонавтом и вам логично если бы я был такой меня же назвали после еврея гагарина в честь гагарина он полетел до в ноябре а феврале родился у меня полкласса были юры и я хотел быть вот таким тоже юрой гагарином с одной стороны юрий таба который набухался в космосе первый человек который набухался в космосе слушай нам надо всему всем нашим трем мозгам мирового правительства слетать на мкс и там набухаться и это будет научный эксперимент мы получим героев советского союза это точно герой мира герой 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 да надо поговорить с маском надо предложить это ему что мы готовы быть волонтерами да и набухаться на борту мкс слушай когда он сначала сапсаня в строй вернулся видишь как его как его с соловьевская супер секретная мирового правительства организации это подкосило врагами мы окружены врагами видишь это точно да но тут одна есть деталь вот которая нам с тобой может помешать слетать на мкс и для того чтобы провести важнейший научный эксперимент и выяснить как алкоголь влияет на вообще в невесомости дело в том что ты помнишь мы говорили о том практически ученые да да помнишь мы говорили о том что юрий лоза он доказал как бывший геодезист что земля плоская вот был такое так за это владимир владимирович путин он объявил юрию лозе благодарность 15 октября двадцатого года за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства многолетнюю плодотворную деятельность о как то есть я вот теперь даже не знаю то есть владимир владимирович тоже получается признал что земля плоская ну а ты что теперь будешь это опровергать как-то я не могу понять да теперь это будет экстремизм я вообще даже опасаюсь чтобы она была не плоская макс не упали до знаешь мне это да я вот ну что трудно не согласиться с этим вообще то есть особенно то что ему дали благодарность за развитие культуры но пресс вот вся эта вся все это мне напоминает такой старый советский анекдот когда чехии там ну вот в варшавском договоре там банкет все поднимают за нашу пехоту там сами за наш там вариацию а чехии подняли то за наш военно-морской флот морские силы сигарет подождите у вас нету воды какие у вас в ажи нету военно-морских сил они говорят ну и что в советском же союзе есть министерство культуры у нас есть военно-морские силы хотя у нас нет воды советском союзе же министерство культуры есть хорошо поэтому то что ему вот за развитие культуры дали правильно правильно дали а а вообще он кто он певец который спел песню про плот это был 30 лет назад песня была жутко популярная на маленьком плоту сквозь бурю дождь и грозы действительно была очень популярная песня но после этого лоза действительно ничего в искусстве не совершил а только говорил что гагарин ничего не сделал он просто летел что земля плоская и так далее и тому подобное мне это напоминает другой анекдот про министерство культуры раздается звонок алло это прачечная это хреначечная министерство культуры советского союза вот твою да ну вот мы с тобой это дипломатично вообще-то анекдот он звучит намного смешнее мы просто смягчили слова да а причем тут геодезист ты скажешь он геодезист да он до того как стал певцом он был геодезистом ну смотри я считаю что тут ничего странного нету вернее в нем это как его зовут юра тоже юрий лоза он тоже лоза лоза я ничего не вижу так как он был геодезистом потом стал знаменитым певцом и говорить и утверждает что земля плоская я смотри у нас в америке тоже есть вот его зовут хантер байден он огромный знаток в инвестициях вот в китае там полтора миллиарда долларов он инвестировал в украине он огромный-огромный специалист по газу и нефти понимаешь в россии с батуриной он имел видимо по строительству города города строительство фабрика батурин уже на фабрике делал там кирпичи все это не было он тоже огромный да вообще-то он наркоман он все время обдолбанный обнюханный ну вот есть такие у него таланты многие его конечно обвиняет в том что он просто сын вице-президента этот все время выкручивал руки и дел разные вещи а сынок получал бабки за это но и вся семья там жили очень хорошо включая брата и всех остальных тетя они все очень успешно там допустим получали контракты строительства в ираке все это его семья потому что вот сын байден такой был одаренный хотя простой наркоман из реабилитационных центров не вылазит когда вылазит опять обдалбывается поэтому есть такие люди вот этот лабуза я думаю что он он тоже такой он немножко обдолбался где-то спел успел хорошую песенку я знаю таких встал и решил что он популярный из одной песни а больше не приглашает но вот начинает шарятся нюхаться долбаться и почему бы не быть земле плоской а юр ты клевещешь на байдена и у него есть алиби я тебе сейчас расскажу байден вот последний раз нет 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 он последний раз вышел перед публикой и забыл зачем он туда вышел это ролик был так минуточку это алиби то есть hunter байден тоже может сказать забыл все вот тебе и все все доболтался ну помолчи лучше а то вижу отключили то есть сразу вон она не надо не надо байден вышел и забыл чего он вышел он ничего не забывает он все помнит например недавно начнем украине украинцы говорят 60 процентов украинцев против трампа за байдена чтобы байден так много сделал для украины да со своим сыном и во время войны но говорят он сказал украинцам что он даст им летальное оружие хотя почему он это здесь не сделал в четырнадцатом пятнадцатом году а только трамп это сделал семнадцатом но короче украинцы тоже такой хороший народ который любит ушами любит ушами вот недавно вышел сказал что он за украиной вообще остальные африканские страны ну правильно то есть украина африканская страна африканская страна он уже вот он прячу честно говорить человек вот чего он вышел и сказал украина это африканская страна вообще за африк вообще любит африку я своими глазами видел когда был таки в одессе еще во времена советского союза там в одном месте даже пальмы росли но тут я тебе скажу я вчера видел как чернокожий шел по одессе в одессе шел вот прям вот по улице шел чернокожий так что байден я не могу сказать что он выжил из ума ты прав надо чтоб он был придем он сам вышел во первых он сам вышел да вот у нас есть такой политолог питер долбаев он американец такой да правда родился он в киеве и я спрашивал его родители в киеве назвали именем питер потому что с таким именем наверное тяжелое детство все-таки было и вот он говорит что байден вообще победитель была победа во время дебатов во первых он говорит факт один только факт что он вышел сам сделал восемь шагов сам есть спор восемь или семь кто-то говорит но это клеветники говорят что там он сделал меньше шагов это злые нехорошие люди он он смог связать два слова человек смог связать сделать восемь шагов из 5 но не а ну точно нас глушат сторонники байдена как только мы о нем начинаем говорить пропадает связь юр нам нашим мировом правительство с этим разобраться это безобразие какой-то все время пропадает связь все время нам надо разобраться нас байден глушит на это надо менять потому что наше супер секретное засекреченные дважды спрятанное управление правительством и на мировым понимаешь мы еще не отработали вот эти вот мелочи чтобы нас не глушили не зависали так вот и он на не путал факты допустим что там его зовут не питер а джо байден тоже же факт не путани поэтому и человек который он говорит это была его абсолютная победа 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 на этих дебатах с трампом вот человек смог сделать восемь шагов сам-сам один факт что он сам это сделали на коляске его на силках а он сам смог связать два слова вместе и не путал факт что его зовут джо вот поэтому эта победа и он должен быть президентом соединенных штатов америки самой могучей ядерной державы в мире я согласен примерно так же как с этой лободой лобозой что земля земля плоская вот среди нас есть эти гений понимаешь я я хочу их так нас точно глушат нам точно мешают говорить нам токи и я даже знаю кто нам мешает говорить дело в том что российское телевидение она зря никогда не говорит мы с тобой прекрасно знаем они сообщили что оказывается россия утверждает что вакцина от коронавирусной инфекции которую разработали в окскварцам университете и компания астрозенека она превращает людей в обезьян и основание в качестве он испытывался в смысле это вакцина испытывалась на шимпанде вот как так что юр теперь тут страшное дело теперь это все понятно вакцины вакцина западная вакцина превращает людей в шимпанзе я пропустил это говорит российское телевидение потому что все-таки нас ну они значит вот это вот великобританская вакцина было испытано на ком что она превратила их в шимпанзе нет она не российских пропагандистов превратила в шимпанзе она западных людей превращает шимпанзе во какая не хорошая штука понимаешь так нас точно глушат и нам не дают говорить да это разобраться нам не дают разобраться кого же все-таки кого же превратили в шимпанзе я думаю что у меня волосы так быстро выросли может у меня тоже вакцина это наверное вакцина уже влияет да не то слово хотя мы ее не принимали я знаю пару таких людей я знаю пару таких людей которых а почему в шимпанзе я не могу понять а я знаю а я знаю а я понятия не имею но дело в том что об этом сообщил самый честный человек на российском телевидении дмитрий киселев а нет если он сказал то это чистая правда потому что он знает он знает они же уже тоже в этом обществе в мировом управлении состоит каким органами вот это я точно не знаю я не знаю каким он органом состоит я думаю по выражению его морды он все-таки наверно уже печень а может прямая кишка не знаю похоже на печень потому что столько бухать должна быть серьезная печень понимаешь поэтому я считаю его надо принять в члены печени понятно ну да я не знаю не знаю и он говорит что превращает шимпанзена ну да действительно здесь нужна пауза потому что подобного рода утверждение это серьезно а ты бы какой обезьяны хотя бы я не хочу быть шимпанзе а какой-то обезьяны хочешь быть я бы наверное хотел бы быть ну и какой же вот я скажу тебе себя я бы например если уж мне бы велели при стать обезьяной я бы наверное стал бы гориллой а чё гориллой а чё большая сильная есть бананы они все едят бананы и медитирует постоянно ну да а я думаю что наш президент на руку там я трампа люблю а в россии если эту вакцину будут делать то точно на макак будут на макак будут похожи возможно это я совершенно не отрицатель немножко похож на макаку да но это наше оценочное суждение а горилла горилл ты думаешь на натаньяху похоже горилла ну я это тоже не исключаю кстати в этом что то есть чем же мои чеченские друзья на кого же они будут похожи но это это нужно выяснить это действительно будет серьезный вопрос для серьезнейшего исследования и мы обязаны будем это выяснить но пожелаем нашему нашей обезьяне которая заболела видимо уже его вакцинировали да это точно мы желаем саша глущенко скорейшего выздоровления и чтобы он как можно быстрее присоединился к нашей компании но пока да к нашему заговору юр спасибо огромное за беседу итак друзья с вами были капитан лейтенант первого ранга в мс сша гарри юрий табах и старший лейтенант пиджак из израиля юрий гимельфарб но я как всегда же напоминаю выводы делать только вам подписывайтесь на канал не расшор друзья приносим извинения за перерывы в связи нас глушат это вы прекрасно понимаете но и обязательно помогайте материально мировому правительству обязательно и вы не будете разочарованы до встречи друзья через неделю пока